Вы ребята на миссии? Да. Откуда вы? Я из Северной Каролины в Штатах. О, я тоже. Я из Калифорнии. Серьёзно? Да, Сан-Диего. Очевидно, с другой стороны, но... Это всё ещё США. Да-да. Иногда Калифорния не кажется частью США, но это всё ещё США. А что насчёт тебя? Я из Юты. Юта. Ты с родины. Ты с родной земли. Это круто. Как продвигается ваша миссия? Отлично. Хорошо. Как тебе? Нравится Великобритания? Мне нравится. Хорошо, хорошо. Так у вас есть связи с другими христианскими группами здесь? Да, довольно много. Да, я много общаюсь с евангелистами. Они совсем другие. Мне нравятся мормоны. Мне нравится, что вы, ребята, много изучаете Библию. Это круто. Я сам был в Юте некоторое время назад. В Солт-Лейк-Сити, в Огдоне. Это довольно круто. Я встретил там некоторых из ваших старейшин. Вы знаете о Бесламе, или... Немного, я кое-что подхватил. Хорошо, что ты знаешь? Я знаю, что вы верите, что Иисус Христос был пророком. Да, это хорошо. Он был Мессией, но не обязательно Сыном Бога. Хорошо. Я также знаю, что вы верите, что он не умер на кресте, но был вознесен на небеса. О, ты много знаешь, бро. Посмотри на себя. Как тебя зовут? Меня зовут Олдер Пул. Тебя зовут Олдер, или ты действительно старша? Я просто шучу. Олдер. Крутой мужик, продолжай. Что еще? Я также знаю, что вы верите, что в конце света Иисус Христос вернется и победит антихриста. Хорошо. Я на самом деле не знаю многого об исламской загробной жизни или чем-то подобном. Да, мы верим в рай, и мы верим в ад. Не совсем так, как в христианско-голливудской версии. Но больше это похоже на вечную прекрасную жизнь в мире, где ты можешь видеть Бога и жить вечно. Мы также верим, что в аду есть наказание. Мы не верим, что дьявол правит адом. Мы верим, что его также наказывают, потому что он... Знаете, он не король ада, или что-то в этом роде. Да-да. Да. У мормонов есть... У нас есть кое-что общее. Я имею в виду, вы верите, что Библия, как и версия короля Якова в том виде, в котором она сегодня, не является полной, верно? Да. И мы также верим, что она была искажена. Мы верим, что истинные послания Иисуса, то, чему Он учил своих последователей на ирамейском языке, это не то, что мы находим в Новом Завете сегодня. Хорошо? Так что это то, что у нас общего, верно? Вы отмечаете Рождество, верно? Что с этим? Вы же знаете, что Рождество не от дня рождения Иисуса, верно? Да, но я думаю, что это больше о послании, стоящее за Ним, чем о фактическом дне. Но это языческий праздник, верно? Сатурналий, 25 декабря. Я имею в виду, это праздновалось в дохристианское время. Ранние церкви осуждали это. Фактически, пуритане, которые приехали в США, изначально осуждали это. Так почему вы празднуете что-то, что было языческим праздником? Верно? К примеру, свидетели Иеговы не празднуют его. Но мы празднуем его как праздник Христа. Но вы празднуете рождение, которое не было в тот день. Это, по сути, ложь, верно? Например, если вы говорите, что это день рождения Иисуса, а исторически это не было тем днём, в котором вы... Например, я имею в виду, что вы, ребята, хорошо начитаны в Библии. Если вы посмотрите на Библию, там говорилось о волхвах и так далее. И они находились в поле. Это не могло быть в декабре. Было бы слишком холодно, верно? Так что исторически большинство христианских историков скажут вам, что Иисус родился летом. Так что сделать 25 декабря, которое было дохристианским сатурнальным языческим праздником, днём рождения Иисуса Христа, это просто неправда, верно? Вот почему свидетели Иеговы его также не празднуют, понимаете? Да. Так что я всегда чувствую себя странно, потому что я ходил в церковь в детстве. И они говорили нам, что Иисус родился в декабре. И они знали, что это не была дата Его рождения, верно? Это как врать своей общине, верно? Вы так не думаете? Я имею в виду, я понимаю, что ты имеешь в виду, но... Да, ты не думаешь, что это как... Когда ты родился? Не обязательно говорить мне точную дату, но скажи, миссис, я родился в феврале. В феврале? Например, если я приду к твоим детям и скажу, что он родился в августе. И в августе мы будем праздновать его день рождения. Ты бы сказал, бро, я родился в феврале, верно? Ты был бы против лгать своим детям, верно? Да, я имею в виду, я думаю... Так что в нашей церкви нас ведет пророк. Я думаю, если бы у Бога были проблемы с тем, что мы праздновали Рождество в этот конкретный день, он бы сказал нам... Серьезно? То есть ты веришь, что пророк как бы напрямую общается с Богом? Как бы все это время? Он стремится к этому. Я уверен, что есть вещи, которые церковь делала раньше, а потом изменилась, верно? О, да. То есть в то время... Например, многоженство. Церковь мормонов практиковала многоженство. Да. А сегодня нет. Или вы все еще... Нет. Может быть, ФСПД практикуют, верно? Да. Я встречался с ними тоже. Так вот, в то время, когда церковь практиковала многоженство, пророк не сказал им... Ваш пророк, я имею в виду, что это неправильно, верно? Но сегодня, если вы это делаете, ваш нынешний пророк говорит вам, что вы не можете этого делать, правильно? Да. Так что, когда он не был в контакте с Богом, или был, как это произошло? Скажем так, вы считаете, что многоженство неправильно? Когда это не одобрено Богом, это неправильно. Это мерзость на самом деле. Так что, когда ранние мормоны совершали многоженство, они совершали мерзость? Они делали это по повелению Небесного Отца. Как это имеет для вас смысл? А потом пришло время, когда Небесный Отец сказал, что этого больше не нужно. Как действие может быть чем-то хорошим в одно время и мерзостью в другое? Это имеет для вас смысл? Все зависит от контекста. Так что я имею в виду, что многоженство не имеет большого контекста. Ты просто женишься на более чем одной женщине, верно? Так что я говорю, ранее мормонская церковь практиковала многоженство, верно? Да. А сегодня они этого не делают. Да. Так что, когда они практиковали это, это не было каким-то другим обстоятельством, верно? Тогда как это было мерзостью? Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Я бы сказал, что это похоже на закон Моисея, когда они приносили в жертву животных, верно? В настоящее время мы считаем, что приносение в жертву животных – это зло. Почему? Это неправильно. Я так не думаю. Эти животные не заслуживают смерти. Но ты ведь ешь мясо, верно? Это было бы частью этого, верно? Но ты веришь, что Бог меняет свои законы? То есть даже в ранние времена люди приносили животных в жертву Богу. Как бы не ложному Богу, а истинному Богу. И они ели это мясо. Что в этом плохого? Они не всегда ели это мясо, они часто сжигали его. Я прочитал об этом в Ветхом Завете. Иногда священники получали немного, но большую часть они просто сжигали. Это нехорошо. Да, я понимаю тебя. Знаешь, это похоже на пустую трату жизни. Просто убить его, а зачем сжечь и не использовать для чего-то? Да, видишь ли, как мусульмане мы имеем другую веру. Мы верим, что все пророки следовали одним и тем же основным принципам религии, хорошо? Мы не верим, что пророки занимались расстатительством. Например, мы верим, что Ветхий Завет сегодня не такой, каким он был изначально неспослан Богом. Например, первые пятки Некторы, Моисея. Я думаю, у вас такое же убеждение. Потому что многие мормоны критикуют библейский подтекст канона, верно? Я имею в виду, на самом деле, вы знаете, у Джозефа Смита был свой собственный перевод Нового Завета. Да, но вы не пользуетесь им. Ну, это не совсем перевод, это своего рода... Нет, это перевод, это перевод. У меня есть он. Он перевел его. Он на самом деле не переводил, он просто читал Новый Завет и получил вдохновение, когда читал. Так что это не было похоже на чтение греческой рукописи и затем его перевода. Я думаю, это так и было. Ты уверен? У меня он есть. И его перевод, на самом деле, есть рядом с версией Короля Якова. И он действительно перевел его по-другому. Это не то, что он прочитал с английского, а затем написал другой английский. Он на самом деле пытался перевести. И есть разница в стихах. Ты можешь это погуглить, и ты найдешь. Я читал его, да. Ты читал его, сравнивая с версией Короля Якова? Да, так что в большинстве там все схоже, но есть... Там есть реальные различия. Но когда он читал версию Короля Якова, он получил вдохновение, чтобы добавить к ней вдохновенные исправления. Нет, но многие из них... Стихи его перевода — это дополнительные формулировки, которых нет в версии Короля Якова. Да. Не просто перевод, а дополнительные формулировки. Да. То есть вы верите, что Король Яков был неправ, потому что он исправил его версию верно? Не обязательно. Мы просто думаем, что это так. В целом, версия Короля Якова в целом верна, но в ней есть некоторые недостатки. Ну и сегодня, почему бы вам не использовать его перевод вместо версии Короля Якова? Потому что он, очевидно, исправил ее. Я надеюсь. Это имеет смысл, верно? Я имею в виду, если он пророк, который получает прямое откровение, и он видит в переводе Короля Якова ошибки и исправляет их. Как мормон, я думаю, вы бы сказали, давайте использовать его версию. Это имеет смысл? Я полагаю, что это имело бы смысл. Да, это имело бы смысл, но они не делают этого. Да. Я слышал, что кто-то запатентовал его, а потом у него произошел разлад с церковью, и они получили авторские права. Для кого? На перевод Джозефа Смита. Я не знал. Тебе стоит этим заняться. Я имею в виду, ты миссионер. Ты должен знать свою религию и знать свою историю. Ну, я имею в виду, ты знаешь, я занимаюсь исследованиями, но у нас нет всех ответов. Да-да. На самом деле, мы просто рассказываем о книге Мормона, как она изменила нашу жизнь. Отлично, да-да. Так, что вы думаете о загробной жизни? Я думаю, это похоже на вас. Ты знаешь, мы верим, что есть рай. Рай — это мир в присутствии Бога, и ты будешь там со своей семьёй. Хорошо. Мы также верим в... Ты веришь, что в раю будет многоженство? Я не знаю. Я думаю, вы верите в это. Это то, что я читал. И потом, мы не верим в библейский, как голливудский ад. Хорошо, хорошо. Я тоже, бро. В этом у нас есть сходство. На самом деле, величайшее наказание, которое может получить человек, это не находиться в присутствии Бога. Что ты думаешь о метке Кайна? Я не знаю. Ты не знаешь метку Кайна? Нет, я знаю, что это такое, но... Что это? Ну, корни у неё в книге Бытия... Но я на самом деле не знаю многого об этом. Ты действительно не знаешь? Тебе стоит прочитать. Бригам Янг объясняет это. Оу, хорошо. Что он говорит, ты знаешь? Я знаю Бригама Янга. Он не был совершенен. Он сказал что-то. Но он пророк, верно? О, да. Значит, он получил откровение от Бога? Да. Так что, когда Бог сказал ему, что метка Кайна – это тёмная кожа, это было откровение, верно? Я не знаю, обязательно ли он утверждал, что это было откровение. Он утверждал. И даже если это было так, Бригам Янг не был без недостатков. Так что, как пророк, когда он приносит послание, его послание может быть неверным? Иногда. Это немного странно. Если ты соприкасаешься с Богом, и ты получаешь послание, тогда, да, но также Бригам Янг всё ещё грешил, потому что он был человеком, верно? Он не был Христом, верно? И поэтому он был способен лгать от лица Бога. Ну, не обязательно лгать, но... Я имею в виду, что утверждение, что метка Кайна – это тёмная кожа, не является личным мнением, не так ли? Это откровение, верно? Вот в чём дело. Откровение не приходит в вакууме. Верно. Люди находятся под влиянием своего окружения. Так что Бригам Янг находился под влиянием своего окружения. Он жил в Америке в 1800-х годах. Он был расистом. Тогда все были расистами. То есть, пророк был расистом? Для меня это не имеет смысла. Я не верю, что кто-либо из пророков был расистом. В исламе мы не верим, что пророки могут находиться под влиянием своего окружения. Максимум – это то, что они ели и что одевали, и всё такое. Я понимаю это. Но если пророк запятнан расизмом, то его послание, оно запятнанно. Это просто неправильно, верно? Например, как вы собираетесь следовать за пророком, который российский настроен по отношению к чернокожим людям? Я думаю, это как выплеснуть ребенка вместе с водой. Потому что не все обязательно... Знаешь, не всё, что делает пророк, подобно Богу. Но послание. Суть их послания – истина. Опять же, это не как то, что ты мне просто насубил на ногу. Это что-то другое. Но если бы ты пришёл и сказал мне, что чернокожие люди чёрные, потому что они прокляты, мне было бы трудно следовать за тобой, верно? Да. Потому что это послание Бога испорчено. А не личное взаимодействие, верно? Конечно, да. Так что, когда вы читаете в трудах Бригама Янга, и также в книге «Мормоны о знаке Каина», мне было бы трудно это принять, думая, что Бог проклял людей с тёмной кожей, верно? Я имею в виду... Вот почему ты не видишь много чёрных мормонов, верно? Есть несколько, но не так много. На самом деле, есть церковь, которая растёт очень быстро в Африке. Да, я надеюсь, вы не делитесь этим отрывком с ними. Я имею в виду, всё было опубликовано. Да, да, да. Церковь больше ничего не скрывает. Да, это хорошо, это хорошо. По крайней мере, это опубликовано, верно? Но им не разрешалось быть чёрными мормонами примерно до 80-х, не так ли? Нет, всем разрешалось присоединяться к церкви с самого начала. Нет, я думаю, было время, когда вы не могли быть чёрным мормоном. Поищи это. Можешь погуглить это. Я знаю, о чём ты говоришь, но это не был запрет на членство. Это был запрет на получение священства. Так, почему ты не мог быть чёрным священником? Ну, ты не мог. Не в то время. Почему нет? Потому что было расизм. Значит, церковь мормонов была расистской? Да, как и каждая церковь в 80-х. Но они мусульмане. Мусульмане не были расистами. У нас всегда были чернокожие мусульмане. У нас всегда были чернокожие мусульмане-учёные. У нас всегда были чернокожие имамы. И также китайцы белые и смуглые. Это потрясающе. Это круто. Ты когда-нибудь читал Коран? Я читал кое-что из него. Хорошо, круто. Если у тебя будут вопросы, дай мне знать. Хорошо. Хорошо. Было приятно пообщаться с вами, ребята. Как тебя звали? Усман. Усман. Да. Приятно познакомиться. И мне тоже. Подумайте об этих вещах, хорошо? О, мы сделаем, да. Хорошо. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садака джария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие, начиная с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!